2018 год для меня был тяжелым годом. Мне показалось, что я очень сильно, не знаю как выразиться, мне трудно было даже и на машине ездить, и даже своим детям. Я им сказал, что вы уже старайтесь сами как-нибудь, потому что я не смогу вам помочь. И чувствовал себя очень плохо, через некоторое время уже я начал и не спать ночью, мне казалось ночи такие длинные, для меня эта земля была как ад, и я не знал, что со мной творится, почему так, хочу укоротить так. Так, дошел я до того, что уже мне сказали, что подойти в Ангельхольме и там сделать МРТ, и они уже скажут, что со мной может быть там что-то найдут, потому что очень много, я объездил, всякие анализы, ничего не могли найти. И я вспоминаю, что смотрел я этот, где там врачи написано в Ангельхольме, и я надеялся, многие мои друзья говорили, что это очень хорошая клиника, очень мощная, очень сильная операция, и все. Я надеялся так, когда я смотрел, что там приезжают врачи из Германии, из Швеции, из Израиля, разные врачи там, и помню, что я так успокоился, думал, вот здесь меня найдут, и точно здесь мне сделают хорошо, и все будет хорошо. Но когда получил результаты, был со мной брат, который я пою, Иоаннит, Бог так сделал, чтобы он был рядом. И когда они сказали анализ, и сказали, что мы ничего не можем сделать, и сказали, у тебя опухоль спинного мозга, и спинной мозг никто, мы не знаем в этом мире, если есть кто-то, чтобы зайти туда и снять этот опухоль. И Иоаннит, который был со мной, он сказал, брат Вадим, а что с тобой? Он не понимал русский язык, а что случилось? И хочу сказать, что он меня так ободрил, сказал, ты не переживай, мы пойдем в молитву, в Боташанок, там есть братья, собираются и взывают Господа, и оттуда все приходят исцеленные. И скажу, что для меня это было важно в тот момент, чтобы кто-то меня укрепил. И мы поехали на ту молитву, братья помолились, мне стало хорошо, я начал спать, но я начал спать хорошо, но моя жена украла все вот эти документы без моего разрешения и подошла к врачам, я ей не сказал, что со мной случилось. И она узнала, начала переживать, и братья из церкви сказали, Вадим, не шути с этим, давай, может быть, поищем где-то, чтобы тебя оперировали и чтобы сняли этот обхоль. Я обратился ко многим врачам, не хочу сказать имени тут у нас, но в конце они сказали, что 100% если тебе сделают такую операцию, в самом лучшем случае ты останешься в инвалидной коляске. И они сказали, попробуй найти у нас, если тебе сделают, даже врач сказал, что я сделал человеку и убил его, хирург. И сказал, попробуй найти, может быть, где-то в других странах, где развито. И хочу вам сказать, что так трудно найти работу иногда, и хочешь найти работу хорошую, чтобы была оплачиваемая. Все хотят, например, поехать в Германию или куда-то там, чтобы хорошо заработать. Ну и трудно найти. Но Бог так сделал, что нас искали. И я говорю моей жене, вот ты хочешь, ты переживаешь. Я не хочу сделать операцию, но если ты переживаешь, вот мы можем поехать в Германию по страховке, я смогу там быть оперирован. И хочу вам сказать, что я благодарен Богу, что он два раза меня исцелил. Один раз, когда помолились в Боташанах, и второй раз по желанию, потому что моя жена хотела, чтобы все-таки вытащить оттуда той опухоль, чтобы не переживал, что он разорвет позвоночник. И Бог так устроил, что мы поехали туда, в Германию. И там мой хороший друг встретил меня. Работа была рядом с ним. Он сказал, ты будешь у нас жить, будешь у нас кушать, тебе не надо ни копейки потратить. Я хочу вам сказать, что Бог, такой чудесный Господь, не зря написано в Библии, не забывайте, я не знаю, как на русском, ну и так ничего надо, бенифачер, лилуй. И Он столько заботится о нас, что мы, и Он нам говорит, не забывайте все про это. Я вспоминаю, что у меня были две машины С-класса на болгарские номера. Я не мог их продавать. Первый раз, что я мог продать, продал аккордеон, и поехали в Германию. Ну, это мало денег было, но я хочу благодарить Богу, что Он так заботился, что мы не нуждались ни в чем. С этими маленькими деньгами мы там смогли пройти все вот эти шаги до, и хочу укоротить, до той операции, когда надо ее делать. И я вспоминаю, что у меня было два переводчика. Так тяжело найти в Германии людей, которые бы помогли переводить с документами, потому что обычно все работают, все заняты. Очень трудно найти. Но Бог и это устроил. Я хочу вам сказать, хотя я сирота, у меня нет братьев, сестер, я не знаю, что такое отец, но Отец Небесный так позаботился обо мне, чтобы у меня было два переводчика, два помощника. И перед тем, как встретиться с хирургом, который должен был делать операцию, я вспоминаю, что на регистрацию они помогли, переводчики, все. И когда заходить к нему, он говорит, вы оставайтесь, переводчики, за дверями, потому что я с ним буду говорить на русском языке. И я зашел, он разговаривал хуже меня на русском языке, но то, что он мне говорил, я прекрасно понимал. Первый раз, что он меня спрашивал, если ты знаешь, какая операция будет, что нет никакой гарантии, что я останусь жив после этой операции. И я сказал, я понимаю. И он сказал, ты понимаешь, что если в лучшем случае ты останешься в инвалидной коляске. Я говорю, я понимаю, я знаю все про это. И он говорит, ты понимаешь, что ты не просто в инвалидной коляске останешься, но ты будешь как овощ. Ты вообще никак, и он объяснял мне, потому что там нервы срываются и все. И я сказал, что я понимаю, и он сказал, мы можем сделать такую операцию, если ты имеешь страховку. Я вам хочу сказать, что я благодарен Богу, что нашлись, например, страховочная компания, что приблизительно 100 тысяч евро заплатила за мою операцию. Но никто не находился, чтобы дать гарантию, что я останусь в жизни и еще на ногах. И пришел тот день, который должны были меня упирать, забрали рану утром, где-то в 7.30, на операцию все приготовили. Я вам хочу сказать, что когда везли меня на операцию, дьявол шептал мне на ухо, вот теперь ты можешь петь песню, к тебе спешу душой. Теперь можешь петь эту, и все песни он мне запоминал на ухо. Я молился, Господи, если будет твоя боли, и я хочу тебя славить с этими песнями, и благодарить тебе за все, что ты сделал. И после обеда забрали меня с операции. Я еще вспоминаю кровать такая с большими заборами. И я говорю жене, убирай эти заборы, я хочу быть свободным, я хочу вставать, я хочу уходить отсюда. Она мне говорит, ты успокойся, нет, ты не должен никуда, стой спокойно тут. Я все-таки в моих мыслях думаю, как ее обмануть, чтобы я отсюда ушел. И говорю ей, ну мне надо в туалет, я ей говорю. И она говорит, нет, ты не должен ходить ни в туалет. У тебя все тут есть, и кушать, и все, ты только должен быть свободен. Но все-таки в моих мыслях я хотел быть свободен, вставать и уходить оттуда. И я не понимал немецкого языка, но первый день они спрашивали меня, шмерть, 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 что такое шмерть, не знаю. Потом они привезли переводчика, и я понял, что это боль, и они меня спрашивают. Говорю, нету никакой боли. Первый день, второй день, третий день они спрашивают шмерть. Я говорю, да, очень сильно, говорю. Они спрашивают, а что, я говорю, приготовьте какие-то лекарства, если в следующей ночи у меня будут такие боли, то я, наверное, не выдержу, и я умру. Они испугались, но сказали, что мы постарались дать тебе самые сильные, ты не должен был чувствовать боли. И мы постараемся что-то сделать, но я не знал, что эта рука Господня была в той ночи пришла, и я почувствовал через мои груди такой жар сильный. Мне показалось, что сгорели мои внутренности, все, и через живот, и вышла там, где операция в спину. И мне показалось, что все там сгорело, все там, и я думал, что в следующей, то я умру. Но хочу вам сказать, через пару часов я встал, я вытащил все вот эти шланги, все, и я попросил, там был, который нам давал кушать и убирал там, я его попросил, чтобы он меня все помыл. Я им сказал, что я ухожу домой. Они сказали, испугались, и позвали страховочную эту компанию, и начали меня успокаивать. Не уходи, мы тебя просим, подожди еще, еще пару дней, придет специалист, потому что может быть ты от этих лекарств, еще что-то, что-то не в порядке. Пятый день они пришли, проверили меня, сказали, мы хочем видеть, если ты реально, ты можешь вставать. И они сказали, только спокойно. Я вам хочу сказать, что я спокойно встал с кровати, я начал ходить, они стояли рядом, и я подошел к лестницам, они спросили, ты можешь даже и на лестнице? И я хочу вам сказать, что каждую лестницу, которая нога моя поднималась, я знал, что за это, чтобы я не достоин, но за это, чтобы я был исцелен, чтобы я был прощен, и грехи, и всякие проклятия, чтобы я был освобожден. Я знал, что Христос был на кресте, и Он нес крест, и в Него плевали, издевались, лишь бы, чтобы я был свободен. Хочу вам сказать, что сегодня я очень рад, что я не был достоин, но Христос дал мне возможность быть на ногах. Даже неделю назад я встречался, потому что я прохожу контроли с врачами, и они сказали, если есть такой на земле человек, они говорят, мы не верим, но если действительно это так было, что тебя зашли в там спинной мозг, то, наверное, ты единственный в этом мире. И я хочу вам сказать, что я рад, что Бог помиловался, и хочу Его славить за это. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok